Всем привет, с вами Артур Михеев и сегодня мне хотелось бы поговорить про стабилизацию видео, которую все мы, конечно же, любим, ну, я, по крайней мере, точно люблю. Некоторые из вас знают, что не так давно я обновился до GH5, к которому мне нужен был достаточно компактный электронный стабилизатор, и вот, собственно, он, Zhiyun Crane V2. За предоставленный стабилизатор низкий поклон маленькому, но честному магазину fotorange.ru, в котором, помимо Crane, вы, само собой, сможете найти массу другого оборудования, а также получить нормальную человеческую консультацию. Ссылка в описании. Изначально я брал этот электронный стадикам в аренду с тем же самым GH5 на съемки вот этого вот проекта, который вы сейчас видите на своем экране. В частности, на съемках в лесу, где все, что мы сняли, было снято именно на эту связку GH5 и Crane V2. Тогда стабилизатор мне очень понравился, и я, в общем, твердо решил, что хочу точно такое же себе в личное использование. В чем фишка этого девайса? Ну, во-первых, он поставляется в таком вот защитном кейсе, что, на мой взгляд, очень круто, потому что всю эту радость, в общем, как-то надо переносить и где-то хранить. Ну, а все, что во-вторых и в-третьих, спрятано уже внутри самого стабилизатора. Расстраивает разве что одно – отсутствие адаптера питания. То есть, в общем-то, сам проводок-то, конечно, есть, но куда включать-то – нет. Но благо подойдет, в принципе, любой адаптер от мобильного телефона, планшета или пауэрбэнка. Такие, в общем, есть, ну, я думаю, что в каждом доме точно. Помимо самого стабилизатора, в комплект входят две батарейки на 3600 мА каждая, зарядная станция, два винта для крепления камеры и специальной поддерживающей стоечки для объектива, которая, кстати, тоже есть в комплекте. Небольшая инструкция, ну и, конечно же, зарядный кабель. Ну и, собственно, нижняя часть ручки нашего стабилизатора, куда мы вставляем батарейки. Плюсом, замечу, наверх. Это же Юн нигде здесь не промаркировали, а, в общем, зря. Ну, собственно, вставляем и просто закручиваем. Все. Внизу имеется резьба для установки устройства на штативы. И, кстати, резьбу эту можно выкрутить и, что называется, оголить еще одну, более широкую. Но есть один неприятный момент. На днях у нас была съемка, на которой был я с этим стабилизатором и мой товарищ, у которого, в общем, точно такой же стабилизатор, только в первой версии. И в чем штука? У нас, на этой съемке, у него и у меня, внезапно, ну где-то раз в полчаса-час, стабилизатор брал и просто выключался. И мы понять не могли, в чем причина. Думали, что, может быть, температура не та, может быть, мы его слишком долго используем, или мы его перегрузили, потому что, например, у моего товарища вот здесь, к этой резьбе, на которую мы можем прикрепить штатив, точнее, к штативу, мы можем прикрепить стабилизатор через эту резьбу, у него был Magic Arm, к которому крепился внешний рекордер, достаточно тяжелый и увесистый. Но, как мне кажется, причина, в общем, кроется в другом. Дело в том, что вот эта нижняя часть ручки, она скручивается. И здесь находится контакт, с которым соприкасаются батарейки. И в ходе длительного использования, а мы снимали, ну, у нас была очень большая смена, порядка 12 часов, и мы порой просто час не выпускали стабилизатор из рук, и постоянно снимали. И ходили, и перемещались. И я думаю, что эта штука просто немножечко разбалтывалась. Я это заметил уже в самом-самом конце нашей смены. Поэтому периодически нужно за этим следить и просто ее немножечко подтягивать. Как-то так. Допустимый вес. Выдерживает он до 1 килограмма 800 грамм. В моем случае это Panasonic GH5 с таким вот адаптером на объективы Canon и вот такой вот объектив. Вот, опять же, Canon 50 миллиметров с дыркой 1,4. Итого. Сама тушка весит 725 грамм, плюс аккумулятор весом в грамм 70-80, думаю, и две карты памяти грамм по 5-10. Объектив весом в 290 грамм и переходник, который весит, ну, грамм 30-50, может быть. Ручная балансировка. При помощи винта крепим камеру к стабилизатору. И крепим ее именно вот так, чтобы та часть, где у вас находится аккумулятор, а она в данном случае тяжелее, была рядом с мотором. Также важно, чтобы до ручной настройки вы установили внутрь все карты памяти и аккумуляторы. И если нужно, откинули поворотный экран, если он у вас есть и вы собираетесь его использовать. Потому что потом любые подобные изменения, само собой, сместят центр тяжести вашей камеры. И вам придется все настраивать заново. Далее наша задача настроить стедикам по всем трем осям физически. И начнем с первой оси, вот этой, которая контролирует наклон камеры вперед и назад. И, как видим, она сейчас клюет носом вперед, то есть нам нужно физически сдвинуть ее назад. Для того, чтобы это сделать, мы переворачиваем камеру, здесь находим вот такой вот крепеж, и просто ослабляя его, перемещаем камеру на специальной площадке вперед и назад. И тем самым находим оптимальное ее положение, чтобы она не клевала вперед и не заваливалась назад. И, как видим, в принципе, в любом положении, в плане наклонов, все отлично. Кроме того, будет не лишним поиграться с вот этим вот зажимчиком. Для этого переворачиваем камеру вот так вот. И, ну, она у меня, в принципе, ни туда, ни назад, ни вперед, ни отклоняется. В случае, если это происходит, мы можем ослабить вот этот вот винтик или болтик и поднять камеру или опустить ее пониже по вот этой вот, соответственно, направляющей. Тем самым добиться примерно вот такого вот положения, чтобы она стояла и не заваливалась и не клевала вперед. Следующая ось вот эта, которая отвечает за наклоны камеры. И, в общем, здесь тоже, как мы видим, дела обстоят не очень хорошо, камера слишком сильно заваливается туда. Чтобы это исправить, есть два пути. Во-первых, раскрутив вот этот вот винтик или болтик, простите, я не знаю, как правильно, мы можем сдвигать вот эту вот конструкцию влево и вправо. В данном случае нам нужно сдвинуть ее туда. Кроме того, помимо вот этой вот настройки, у нас внизу мы можем также физически сдвигать саму камеру, просто ослабив вот этот вот винт и по вот этой вот направляющей по возможности сдвинуть ее туда или сюда. Но я попробую пока ограничиться только вот этим вот болтиком или винтиком. Как-то так. Что касается последней оси, вот этой, то отбалансировать ее можно следующим образом. Просто поворачиваем стабилизатор вот так и следим, чтобы вот эта вот направляющая была параллельно нашей ручке, ну, находилась вот в таком вот положении. Если это не так, и она отклоняется вот туда или вот сюда, то, ослабляя вот этот винт, мы можем сдвигать эту направляющую либо вперед, либо назад, пока не добьемся вот такого вот положения. Органы управления. Из органов управления у стадикама имеется джойстик, который заставит камеру поворачиваться и наклоняться, если вам это нужно. Есть кнопка включения и выключения. Чтобы включить стабилизатор, вы должны нажать на нее и несколько секунд подержать. Также имеется кнопка переключения режима в съемке. Тут их несколько. Во-первых, режим фиксации, в котором камера всегда будет смотреть в выбранную вами точку. Вы же при этом можете отклонять ручку как угодно. Камера будет жестко зафиксирована в одном положении. При необходимости настроить нужное положение камеры можно джойстиком. Чтобы войти в этот режим, нужно нажать на кнопку Mode один раз. Второй режим – Pan Mode, в котором камера будет просто повторять ваши движения в плане поворотов по горизонтали. Однако, что касается наклонов назад и вперед, она будет зафиксирована в одном и том же положении. Третий режим – режим, в котором камера будет не только следовать вашим поворотам, но и также наклоном вперед и назад. Чтобы войти в этот режим, нужно нажать на кнопку Mode два раза. Ну и четвертый режим – режим селфи. Чтобы в него попасть, нужно трижды нажать на кнопку Mode. Раз, два, три. И, в общем, многие спрашивали меня, подходит ли для блогинга DJI Osmo X5. И я отвечу, что, наверное, нет. Потому что, учитывая особенности линз Osmo и кропа самой камеры, в общем-то, вот так вот себя снимать не слишком-то удобно. А в случае с Zhiyun Crane V2 вы можете поставить сюда любую нужную вам беззеркальную камеру, которая поддерживает с этим стабилизатором любой широкоугольный ликвиша и объектив, и спокойно бложить. Разве что вся эта конструкция несколько тяжелее, чем Osmo, но спорт, знаете ли, полезен. Есть также и ползунок зума. Насколько я знаю, это работает не со всеми камерами. И, в общем, для того, чтобы им воспользоваться, вам понадобится кабель, который подсоединяется вот тут одним концом, а другим вам в камеру. Кроме того, вот здесь и вот здесь у него имеются такие вот линеечки. Сделано это для того, чтобы, если вы, например, так же, как и я, используете один и тот же набор стекол, например, портретник, фиша и еще какое-нибудь стекло, чтобы вам каждый раз не подстраиваться под новый объектив, вы можете запомнить значение и расположение камеры в той или иной точке благодаря этой линейке, и гораздо быстрее выполнять физическую настройку с тем или иным стеклом. Приложение. Вы также можете скачать на свой телефон специальное приложение, через которое вы сможете куда более точно и тонко настроить ваш стабилизатор, все его моторы и функции. Также через приложение можно отрегулировать мощность моторов крейна, вот здесь. Тут, конечно, все зависит от типа вашей камеры и ее веса, так что попробуйте все варианты и определитесь, что именно подходит именно для вашей камеры. Также через приложение можно обновить прошивку. И, что более важно лично для меня, использовать телефон как джойстик для управления наклонами и поворотами крейна. Что здесь, что на Osmo, у меня одна и та же проблема. Мне не очень удобно использовать физические джойстики обоих стабилизаторов, которые, кстати, что здесь, что там, ну, я бы сказал, идентичные по своему виду, и тому, тем ощущениям тактильным, которые вы испытываете при работе с ними. И мне куда проще использовать виртуальный контроллер для того, чтобы управлять поворотами и наклонами камеры. Так лично у меня получается куда плавнее и аккуратнее. Кроме того, как и в случае с Osmo, вы можете поставить стабилизатор на штатив, отойти от него и удаленно управлять поворотами и наклонами камеры, что, на мой взгляд, очень и очень круто. Кроме того, вы можете подконнектить камеру, в данном случае это GH5, у которой есть Wi-Fi и стороннее приложение, на которое можно вывести картинку. Вы можете подконнектить ее на какой-нибудь еще один планшет или телефон и получить достаточно неплохой плейбэк. И, в общем, не только наблюдать за картинкой удаленно, если, например, вы режиссер, но и также подруливать камерой. Что касается времени работы этого стабилизатора, то на практике получается так. Возвращаясь к тому проекту, о котором я уже говорил в начале, все это дело в лесу мы снимали порядка пяти, ну, может быть, даже шести часов. И, в общем-то, Крейн не разрядился. Я думаю, что он способен протянуть еще пару-тройку часов. Тут, конечно, все зависит от того, насколько точно вы его отстабилизировали, насколько тяжелая у вас камера и как вы его используете. К слову о стабилизации. Там же, в лесу, я его изначально вообще неправильно настроил. И, несмотря на это, он все равно работал очень даже корректно. И мне удалось заснять несколько десятков отличных проездов. Так что, в теории, его можно вообще физически не настраивать. Но я бы все-таки настроил, потому что так и моторы будут напрягаться меньше, и стабилизатор проживет дольше. Ну, а на этом все. Надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь и рассказывайте о нас своим друзьям. Ну, а мы увидимся в новых выпусках. Всем пока!